Всем огромный привет! Сегодня снимаю не совсем обычное для своего канала видео, потому что хочу сегодня показать вам свои покупки для дома. Самые первые покупки, которые уже довольно-таки давно я совершила, пару месяцев назад, вы их можете видеть у меня все время на заднем фоне. Это подушки из Икеи. Очень давно я хотела купить подушки для кровати, скажем так, и для украшения кровати, и для того, чтобы можно было поваляться на них. И мне кажется, в Икее самые дешевые были подушки и наволочки, то есть я отдельно покупала подушки и наволочки, и по-моему, это был самый-самый дешевый вариант. Очень хорошая цена, я осталась ими в принципе довольна, и мне нравится, как они смотрятся у меня на кровати. Я взяла серую подушку, серую в клеточку, я взяла розовую подушку и розовую в клеточку. Эти цвета очень хорошо подходят и под комнату, и под покрывало, которое у нас лежит на кровати, так что Икеи forever. Следующая покупка, которую вы тоже уже давненько могли видеть у меня и на фоне, и также в разных моих видео, это искусственные пионы. Мне очень нравятся эти пионы, я очень давно, кстати говоря, хотела искусственные пионы купить, потому что люблю эти цветы, и покупала я их на сайте Etsy. Это сайт типа ebay, только там люди продают то, что сами делают, то есть там есть и браслетики разные, какие-то кулончики, колечки, и в том числе там есть вот изделия из ткани. Это не бумажные пионы, это именно тканевые. Я искала такие пионы, чтобы они были вот очень сильно похожи на настоящие, и это у меня два букета, один большой букет, таких более темно-фиолетовых пионов, и также заказывала две отдельные веточки. Это пионы вместе с бутонами, мне кажется, когда они стоят вместе, они выглядят очень так вот естественно, и гости, когда бывают у нас в доме, то все всегда думают, что это настоящие букеты, только подойдя близко, видно, что это все-таки из ткани. Мне очень нравится идея искусственных цветов, именно которые хорошо сделаны, которые похожи на настоящие, потому что всегда в доме какой-то яркий акцент, красивый яркий букет, так что да, я осталась очень довольна. Следующая покупка была из H&M, это вот такой вот поднос под мрамор, он керамический, и мне он очень понравился, потому что мне нравится в нем хранить колечки, часики, браслетики. Очень красиво смотрится, мне нравится именно цвет этой поверхности, очень так вот стильно именно выглядит, то есть это как бы тарелка, но я ее использую как тарелочку под украшения. И, кстати говоря, эти подносики, эти тарелочки до сих пор подаются в H&M, так что присмотритесь, если вы искали что-то подобное. И я наконец-то купила чашки кофейные, которые давно планировала приобрести, это кофейные чашки для латы, и если честно, я хочу теперь их всех оттенков, пока что у меня только два оттенка, и это новозеландская фирма, но я смогла найти их в Лондоне, и я оставлю вам название в описании, так что если вам интересно, то загляните. Ну и давайте еще раз расскажу вам про вот эти вот банки, о которых очень многие спрашивали. Это банки, которые называются Kilner Jar, или их называют Mason Jar, у меня это именно английская фирма Kilner, поэтому называются они Kilner Jar, то есть это такие как бы банки, они делают банки для консервации, и делают вот такие вот банки для смузи и для каких-то коктейлей. И покупала я их у нас в магазине для дома, называется он Cargo, и можно и онлайн покупать, и можно в магазине по 2 фунта за банку. Я уверена, что они продаются много где онлайн, так что присмотритесь, если вы давно такие искали, я вам оставлю название, как они называются, и можете себе присмотреть, они очень-очень красивые. Кстати говоря, трубочки я заказывала вообще буквально за копейки, это трубочки с ebay, они мне обошлись что-то в фунт с чем-то, здесь много разноцветных, здесь 2 красные, 2 розовые, одна синяя, вторая сохнет, потому что я пила апельсиновый сок утром. В общем, да, очень классная идея, как я вам и говорила, все лето я из них пью смузи, соки, и продолжаю это делать, и это такая покупка именно для дома, потому что эти баночки, они создают какой-то такой некий уют. Следующей покупкой стал набор костеров, или подставок под чашки, здесь очень красивые, опять-таки, керамические подставки. Чем они меня привлекли? Тем, что на каждой из них написаны какие-то разные пожелания, такие идеи, да, do what you love, follow your dreams. Мне очень понравились эти подставки, именно идея того, что это не просто какая-то подставка, а она и несет какой-то в себе смысл. Кстати говоря, напишите мне, пользуетесь ли вы подставками под чашки, потому что я первый раз увидела, что вот существуют такие вот штуки, когда приехала в Англию в 2011 году, я увидела, что здесь все пользуются подставками под чашечки, то есть какие-то там такие просто бумажные, и вот такие вот красивые, именно как керамические, и вот с тех пор я тоже начала пользоваться, и мне очень нравится, мне кажется, это отличная идея как декора для дома, такого уюта, и на самом деле этих подставок огромное количество разных под любой стиль. Если вы не пользуетесь такими подставками, я вам советую присмотреться, потому что это вносит такую некую атмосферу в ваш дом. Самая последняя покупка будет из бытовой химии, решила вам показать средство, которое мне очень понравилось, для очищения всего-всего на кухне, всех поверхностей. Называется фирма Метод, вот так вот выглядит, по-моему, она продается на iHerb, но у нас просто в обычных магазинах продается. Это средство не токсичное, оно на основе растений, и мне очень нравится, что оно действительно справляется с жиром, с какими-то загрязнениями, то есть можно им и печку помыть, и просто поверхность помыть. На самом деле у этой фирмы очень много различных средств, но мне вот именно очень нравится Daily Kitchen, то есть именно для кухни, для всех-всех-всех поверхностей. С ним очень легко работать, то есть вы просто пшикаете на поверхности, где у вас какая-то грязь, загрязнение, да, и протираете тряпочкой, и все, вы узнаете, что у вас там нет никаких химических остатков токсических, то есть все у вас будет чистенько и безопасно, скажем так. В любом случае, если вы ищете что-то такое более органическое, натуральное, не токсичное, то я вам советую обратить внимание, потому что средство, несмотря на то, что оно натуральное, оно действительно хорошо работает, то есть знаете, есть такие средства натуральные, которыми ты пользуешься, но толку вообще никакого, но вот это вот действительно классное. В общем, такое у нас получилось странное видео, мне кажется, я не показывала еще ни разу бытовую химию в своем видео. В общем, да, надеюсь, что вам понравилось и такое видео, надеюсь, оно вам было чем-то полезным и пригодится вам. И, скорее всего, вы смотрите это видео, когда я уже не в Англии, так что подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы быть в курсе, где я вообще в течение сентября буду находиться. И я желаю вам отличного настроения, и увидимся с вами в новом видео. Пока!